8 месяцев работы и дом на Благовещенской 20 или знаменитый дом кружевниц в финальной стадии сборки. Реставрационные работы по восстановлению уникального памятника архитектуры начала 20 века проходят в Кириллове. О том, какие технологии используют мастера, расскажет Алена Закатаева. По длине бревна были срощены вот таким вот соединением. Так вот, сращиваться. Это голландский зуб, особо прием для наращивания длины брусьев. А вот косая лапа, крепление бревен, в результате которых получается так называемый чистый угол в 90 градусов. Все это техники строителей прошлых веков. И именно их используют реставраторы для восстановления дома кружевниц. Даже дерево берут то же, что и раньше – ель зимней заготовки. Но главная задача – оставить как можно больше исходного материала. Поэтому порой заменяется только часть прогнившего бревна. Сами бревна реставрируются, гнилая часть упирается. И на это место становятся вставки. Или протез, или вставка. Можно посмотреть вот там от вставки, на той стене. Здесь вот бревно нарощено по длине, уже как бы протез получается. Такая работа с оглядкой в прошлое более чем оправдана. Ведь и самому дому с уникальной по красоте резьбой более ста лет. В начале 20 века он принадлежал купцу Наумову и был местом встречи Вологодских кружевниц. В середине 90-х был признан памятником федерального значения. И почти два десятилетия ждал реставрации. Работы начались летом прошлого года. На улице Благовещенской, где стоял дом, уже построен новый фундамент и проведены коммуникации. А само строение в весьма плачевном состоянии перевезли для восстановления в Кириллов. Ну, состояние из некоторых бревен не самое лучшее было. А вот именно вот в этом месте здесь была душевая комната. И влажность повышенная, вентиляции не было. Поэтому вот такое пришлось заменить много очень бревен. Все работы проводятся вручную специальным инструментом. Топоры, тесла, молотки точно такие же, как и сто лет назад. Их восстановили по старым записям и образцам, найденным на раскопках. Вес, размер, угол рабочей поверхности – все как у мастеров прошлого века. Есть целая методика, да, по определению, каким инструментом работалось именно на этом объекте. В этом вся и прелесть, наверное, реставрационных работ, что все один в один делается. Очень аккуратно, очень грамотно. Да, это требует времени, но это стоит того. Кипит работа и в столярной мастерской. Здесь восстанавливают оконные рамы и межкомнатные двери. Они достаточно хорошо сохранились. Специалисты только сняли верхний слой краски и заменили утраченные детали. А вот парадная группа в плачевном состоянии. Скорее всего, придется заменить декоративные столбы и практически всю резьбу. Пострадали и парадные двери. Износ идет полностью всего полотна. В частности, наибольшая подвержена центральная часть, потому что здесь вставлялись замки, ручки. Что касается декоративного ее убранства, то есть какие-то фрагменты, которые остались, но в целом будет ее реставрация по уже разработанным чертежам. Чертежи с точными размерами всех элементов дома кружевниц составлялись по архивным документам. И им следует во всех деталях. Даже внутренняя отделка будет такой же, как и сто лет назад. Тонкий слой штукатурки. Не говоря уже о кованых элементах. Гвозди и скобы вручную воссоздаются в кузнице. Восстановят и печи. Их в доме было 12. Все они будут в рабочем состоянии. На то, чтобы вернуть к жизни шедевр деревянного зодчества, не жалеют ни сил, ни времени. Это лишь один из городских памятников архитектуры, сохранением которых озабочены сегодня и власти областной столицы, и общественность. По поручению главы города Евгения Шулепова был составлен список зданий, которые представляют историческую ценность для Вологды. И реставрация дома Кружевниц только один из шагов на трудном, но единственно верном для старинного города пути. Сейчас рабочие заканчивают монтаж балок перекрытия второго этажа. Остается перебрать срубни за Нина и установить стропильные конструкции. И уже в середине лета дом Кружевниц отправится в Вологду. Алена Закатаева, Антон Лукьянов, Вологда Портал.